Не так давно в нашей съемочной группе во время опроса населения, чтобы они хотели бы изменить в нашем городе, одна девушка пожаловалась на отсутствие одного из медицинских препаратов в аптеках Рязани. Медицина. Потому что я вот недавно ходила в аптеку, я не могу найти брату инсулин. Говорят, что он отсутствует. И буквально через два дня после этой съемки в СМИ появилось множество сообщений о том, что действительно в аптеках инсулина нет. В понедельник 16 мая на брифинге министра здравоохранения Рязанской области прозвучал тот же вопрос. Как оказалось, у Андрея Прилуцкого и на это нашелся свой ответ. Даже тот конкретный препарат, о котором говорилось, он имелся на тот момент в аптеке. И сегодня он имеется. Как получают лекарства жители нашего города? Если выписал врач, значит этот человек идет в аптеку. Там при больнице или там где он приписан. Там ему дается лекарственный препарат, который есть в наличии. Если его нет, естественно, конечно, тот фармацевт, который работает, должен по компьютеру просто посмотреть, есть ли этот препарат на складе. Либо отложить рецепт и попросить жителей прийти на следующий день или через день и получить данный конкретный препарат. На брифинге обсуждался целый спектр вопросов. Журналисты узнали у министра здравоохранения, как будут распределяться средства федерального бюджета на развитие здравоохранения области. Этот вопрос также коснулся нового корпуса больницы имени Семашко. Начнется завершение строительства стационарно-плеклинического корпуса больницы Семашко на 168 коек. Потому что действительно, кто бывал на территории, то территория сейчас достаточно хорошо преобразилась, все очень хорошо чисто. Там проведены ремонты практически во всех корпусах данной больницы. Больные находятся в достаточно комфортных условиях, работают высококлассные специалисты. Как рассказал Андрей Прилуцкий, в новом корпусе будут размещены офтальмологические, пульмонологические приемные отделения, а также консультативная поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в смену. Чиновник также затронул тему объединения поликлиник. По его словам, процесс объединения идет уже по всей стране. Все вы знаете, что сегодня финансирование медицинских организаций и учреждений оставляется по душевому принципу. Если поликлиника обслуживает участок в 5-6-10 тысяч населения, то оно получает конкретные деньги за это проживающее население. Объединение поликлиник позволяет расширить участки до 25-30 тысяч. Тогда уже идет другое финансирование, и это позволяет привлекать также и узких специалистов. По мнению Андрея Прилуцкого, сфера медицинского обслуживания в городе и области постоянно развивается и совершенствуется. Однако пока население будет ощущать нехватку жизненно важных лекарств, о каких-либо улучшениях говорить рано.